Третий день международного фестиваля конкурса «Волшебство театра» в Сочи открыли дебютанты фестиваля, артисты театральной студии из Омска. Зрители увидели драматический спектакль «Жизнь прекрасна». Пьесу написали по киносценарию к известной российской ленте «Я не вернусь». Так, запишите. СПР нет? Нет. Олигофрении нет? Нет. И родственников тоже нет. «Жизнь прекрасна» – это история детдомовской девушки Ани. Ее уже успешную аспирантку ложно обвиняют в хранении наркотиков. Она пускается в бега, снова оказывается в детском доме. Притворившись подростком, ее внешность позволяет сделать это, знакомится с сиротой Кристиной. Эта встреча переворачивает жизнь обеих девушек. Кристину в спектакле сыграла Александра Рязанова, студентка Омского музыкально-педагогического колледжа. Каждый из героев этого спектакля пытается выбраться, пытается найти свободу, пытается найти свою звезду, схватить ее, свою мечту, свои цели, желания, но у них не получается. Жизнь прекрасна, история трагическая. О взрослых темах со сцены рассуждают юные артисты. Таков регламент конкурса. В нем могут принимать участие только детские коллективы. Возраст до 19 лет. Коллективы непрофессиональные. На сцену выходят любители. Волшебство театра – это своеобразная стартовая площадка для начинающих артистов. В этом году уже на 17-й фестиваль в Сочи приехали театральные студии из Якутии, Бурятии, Московской области, Перми, Краснодара, Омска, Сызрани, Пятигорска и Плесецка. Коллективов много. Всяких разных и музыкальных, и пластических, и драматических. И, как ни странно, мне так кажется, что самые лучшие театры у нас в провинции. Такие профессиональные люди работают с подростками, с молодежью. Они их как бы вводят в мир театра, показывая, каким должен быть театр на самом деле. Сегодня в программе фестиваля заключительный день показов. Завтра пройдет галлоспектакль. В совместной постановке «Белоснежка» и «Семь гномов» задействованы все участники сочинского фестиваля. Завтра же станут известны имена победителей. Жюри назовет лучшую постановку, режиссерскую работу, лучшую хореографию, музыкальное и художественное оформление. Выберут также лучший сценический костюм и назовут имена самых ярких актеров. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.